Хотелось бы, пользуясь случаем, публично поздравить Евгения Ройзмана с тем, что такой итог его многолетней деятельности уменьшался его победой на выборах. Потому что, на самом деле, если говорить о компании Ройзмана на пост мэра Екатеринбурга, она началась, конечно, не вчера и не позавчера. Это человек, который заслужил непререкаемый авторитет в достаточно огромном сообществе. Есть люди, которые ему верят, которые готовы идти за ним. Даже сложно найти, наверное, какого-то такого регионального лидера, который бы имел настолько, практически, 20-летнюю историю борьбы за святое, в общем-то, дело, борьба с наркоманией. И я лично знаю этого человека, я уверен в его искренности, и наиболее абсурдно выглядят попытки представителей власти, силовиков каким-то образом ему помешать. Испортить его начинание в школе реставрационной, оказывать давление на информационные ресурсы, которые, так или иначе, содействуют Ройзману, на фирму, которую он ранее возглавлял. Но в результате они получили как раз тот самый эффект, которого не хватало. То есть в России любят тех, кто гоним. Если бы они просто не замечали Ройзмана, может быть, счастье бы было на их стороне. Но они его боялись, они его замечали, они портили ему, как они думали, репутацию, имидж. На самом деле это сработало в обратную сторону. Поэтому люди собрали все силы и решили помочь Евгению. Я очень рад, я думаю, что у него все получится.